В имя Отца и Сына и Святаго Духа Это святой, один из немногих святых, у которого родители, оба родители, антицинадь, тоже причислены в лигу святых, тоже прославляется, у них есть тоже день памяти в календаре, у родителей Иоанна Листочника. И, конечно, он для нас, для всех, не только для монахов, сделал кое-что важное. Нам нужно всем понять только, что именно. У каждого живого человека, у любой живой души и, наверное, даже вообще у любого живого существа внутри есть такое стремление расти, развиваться, становиться больше. Даже семечко, если у тебя в землю кинуть, оно стремится прорасти, даже через асфальт, стремится стать больше, стать деревом, расцвести, принести плоды и расти дальше. И у нас в душе тоже есть такое стремление. Мы все помним себя детьми, хотели поскорее стать подростками, когда были подростками, поскорее хотели стать взрослыми. Но сейчас непонятно. Говорят, что когда человек взрослый, он хочет поскорее стать котом, чтобы лежать, отдыхать. Но это, на самом деле, с одной стороны так, а с другой стороны, мы все-таки духовные существа. Прежде всего, наша природа подлинная, она духовная. У нас есть потребность в духовном росте. Ее невозможно заглушить ничем. Ни профессиональной самореализацией, ни деньгами, ни каким-то успехом, ни какими-то бытовыми делами, которыми мы все занимаемся. И здесь что важно, что не важно, сколько человеку лет. Может быть, лет 15, а может быть, 85. Духовный рост, это развитие духовного, но это всегда возможно. Иногда даже бывает, что человек всю жизнь занимался не тем, чем надо. Просто вот ходил из дома на рабочее все. А как раз вот в 60 лет только задумался о том, что на самом-то деле, жизнь, она не для этого, а для чего-то гораздо большего. И начал свой духовный путь. Кто-то в церковь пришел в 50 или в 60, или даже в 70 лет. И это очень важно, что вот это вот развитие, этот рост, он не только в детском возрасте, но и как раз в любом возрасте, когда человек осознанно встаешь на этот путь. На путь вот этого восхождения по этой духовной лестнице. Иоанн Лестничник дал нам замечательную метафору духовного пути. Есть лестница, один ее конец на земле, второй на небе. И, меняясь духовно, мы поднимаемся по этой лестнице, подвижаемся к нашей духовной цели. Но здесь важно помнить следующее. Что лестница, это она, сделанная из света, из нетварного. И как вот хождение по воде, примерно так же. Когда вот, Петр, помните, по воде шел, вроде все нормально. Потом, когда встал, думаю, что это я по воде хожу. И все стал тонуть. То же самое и здесь. Восхождение по этой лестнице, оно чревато двумя моментами. Если мы начинаем сравнивать себя с другими людьми, а как они, там, выше или ниже, вот, то мы сразу же рискуем упасть. Это всем понятно. Когда даже какие-то иконы есть, вот с этой лестнице, где некоторые монахи идут по ней, а некоторые падают с нее. Вот это как раз про то, что мы начинаем сравнивать себя с другими людьми. Что самое интересное, даже если будем сравнивать себя с самими собой в прошлом, в прошлом мы были такими грешниками, а сейчас вот мы какими стали. То тоже самое. С этой лестницей мы упадем. Поэтому в определенном смысле эта лестница, она собирается здесь на земле, в горизонтальном положении, всю нашу жизнь. И только один раз она ставится вертикально, и в момент смерти человека. Вот тогда уже либо есть эта лестница, либо окажется, что человек всю жизнь чем-то другим занимался, лестницу эту не делал себе. И тогда уже вопрос его восхождения на небо становится под вопросом. Еще на лестничке каждому из нас говорит о том, что если мы действительно люди верующие, то есть верим в то, что есть Бог, есть духовные измерения, есть духовные цели в нашей жизни, то мы должны осознанно уделять время и внимание духовному делу. Потому что бывают люди вроде бы верующие, входят даже в церковь, но тем не менее основные их мысли окрупятся вокруг каких-то бытовых проблем и не выходят за рамки мышления человека неверующего, обычного материалиста. Так, конечно, быть не должно. И то, о чем мы просим Бога в своих молитвах, это тоже не должно быть просто прошение бытовых нуждов. Или, может быть, о здоровье, или кого-то еще с чем-то там приперло. Это неправильно, если мы только об этом просим. Святые оставили нам с молитвы, есть это и в утренних, и в вечерних молитвах, там просятся духовные вещи. Не обязательно такими словами, как они это делали, но если мы живем духовной жизнью и понимаем, что то, как мы относимся к другим людям, с каким сердцем мы воспринимаем эту жизнь, то, что нам дается, что это и самое главное, это то, что останется, то просить нужно как раз об этом. О том, чтобы Господь помогал нам измениться, помогал нам видеть то, что нам полезно видеть для этой своей духовной трансформации. Наоборот, может быть, закрывал наши глаза на то, что нам не полезно видеть. И так далее. У каждого есть свои духовные вопросы, с этим своим уровнем, и мы можем в молитве, в Богу, с этим обращаться. И об этом тоже Иоанн Вестничник нас учит. Конечно, хотя бы один раз полезно имя Ильин прочитать эту книжку. Если кто-то из вас не читал, можно прочитать. Но духовная жизнь, если человек идет по этому пути, она красит радость тем, что сам Бог нас учит. через то, что в нашу жизнь приходит. Если мы только это стремимся видеть, принимать как духовное, и как бы отвечать на это. Если это так и есть в нашей жизни, то туда каждое событие, особенно событие, которое как-то нас с большой энергией приходит в нашу жизнь, если мы правильно на него, духовно правильно отвечаем, то оно и становится вот этой ступенькой, на которую мы можем встать. Ступенькой вверх, если мы отвечаем на это правильно. Или может быть ступенькой вниз. Если мы через это разрушаемся и отвечаем как-то неправильно, разрушительно, такое тоже может быть. Нужно помнить, что лестницы, они не только вверх идут, они бывают, что идут вниз. Бывает, что человек входит и в церковь, и постится, а становится только хуже. Такие случаи есть. Поэтому здесь тоже нужно быть реалистом. Много людей превратились в поисеев, благодаря посту и молитву. Поэтому это тоже нам нужно помнить. Вроде бы лестница, вроде бы пост, вроде бы молитва, а человек идет вниз, а не вверх. Поэтому здесь тоже нужно быть трезвым, отдавать себе отчет. Вот он тоже учит нас преподобный пиан-местничный. Порося, с праздником! Храни Господь! Порося, с праздником! Вся небеса ненебесная.